Здравствуйте! Сегодня у нас 23 ноября. Я всё-таки решила продолжить вам рассказывать о своей жизни, о Советском Союзе. И вот у меня был такой вопрос о том, сколько у меня была беременность, что я чувствовала, когда я была беременна, как у меня беременность проходила. Ну, для женщин это очень важная тема, потому что, как у нас говорили в Советском Союзе, мужчины могут всю жизнь хорошо помнить и всё время рассказывать о том, как они были в армии, а женщины всю жизнь любят рассказывать, как они были беременны и как они рожали. Ну, это на самом деле, потому что это такое впечатление, которое остаётся вообще на всю жизнь. Так вот, я начну с того, что в Советском Союзе как-то вот, ну, это того было, про секс нельзя говорить, про предохранение тоже. Мы нигде эту информацию не видели, не знали. Ну, вот такие обыкновенные люди. Мне повезло, что у меня с материнской линии родственники все были в медицине. И у нас было собрание медицинской энциклопедии, в которой я и нашла методы предохранения. Я помню, что когда я первый раз это где-то почитала, лет 16, я решила, что, во-первых, я ничего не поняла, что это такое, куда, зачем. И решила, что я лучше вообще не буду заниматься сексом, чем вот это вот такие проблемы у меня. Я это помню так хорошо. Потом, ну, в общем, после свадьбы я всё-таки решила, что детей ещё заводить рано, и мне было 19 лет. И я решила, что, типа, года три, типа, поживём. Я стала предохраняться. Ну, естественно, я прочитала всё это в энциклопедии, уж тогда я всё-таки поняла, ну, какой у меня способ был. У меня барьерный был способ, то есть колпачок у меня был, такая эмульсия была, средство для спецсирования было, ну, в общем, вот такой барьерный был, барьерное предохранение. Вот. Ну, когда я всё-таки решила, что я хочу уже иметь детей, что я к этому готова, мне было 21 год. Я перестала предохраняться, и получилось, что я не беременна. Так что я не знаю, помогало ли мне это барьерное предохранение или нет. Скажу о том, что таблетки тогда было купить очень сложно, потому что это был великий дефицит, и купить это было практически невозможно. Слушайте, я вам покажу кофточку, в камне кофточку. Мне так картиночка нравится, и поэтому я решила вам её показать, кофточку новую. Ну, в общем, в 21 год я как бы перестала предохраняться, поняла, что беременность не наступает. Ну, где-то целый год, целый год я ходила к гинекологу, она сказала, надо подождать, и нам подождать всё такое. И где-то, да, мне уже 22 года исполнилось, да, уже 22 года мне исполнилось, и меня от профсоюза отправили в профилакторию. Мне просто надо это рассказать. Профилактория у нас была от автозавода вообще супер. Там, ну, по тем временам всё было такое интересное, красивое. Ну, всё так. Ну, сейчас, конечно, если когда я сейчас вспоминаю, конечно, сейчас для вас это было бы всё бедненько, но для нас тогда это было так всё круто. Я была там две недели, меня лечили, эти грязи свои свечи были, потом жемчужная ванна там была, зарядку мы там делали, ну, это для общего укрепления. Ну, массаж мне там делали, зубы мне там полечили, в косметический салон я там, ну, в кабинет ходила, мне там тоже лицо полечили, почистили. Ну, в общем, у меня полный восторг был от этого профилактория. Я за него заплатила только 13 рублей, ну, это 13 рублей, это был налог. А так всё было бесплатно. Представьте, вот в Советском Союзе такой профилакторий, там кормили вообще супер, там вообще развлекательные были программы. Для меня это вот сейчас такое воспоминание просто невероятно. Ну, вот и после этого лечения, когда я закончила профилакторию лечения, буквально через месяц я забеременела. Ну, как у меня проходила беременность? Как проходила? Ну, помню, я помню, что я сразу поняла, что я беременна. Вот что-то вот через 10 дней, ну, я почувствовала, что в моём организме, ну, что-то не то. Ну, что очень сильно болел живот. И он как-то так болел, что он никогда так у меня не болел. Ну, в общем, какой-то, какая-то боль такая была. Ну, это буквально, может, дня три поболела. И почему-то тогда у меня возникла такая мысль, что, похоже, ну, что, может быть, я уже беременна. Ну, не знаю, как-то возникло в голове такое. Потом, значит, я заметила, что когда начала очистить зубы, то есть я не могла очистить зубы, у меня тошнило сразу. Ну, где-то месяца два мне отошнило. Ну, не так, чтобы сильно там, нет, ну, отошнило. Когда уже было 4 месяца, ну, это у всех так. Я хотела всё время спать. Я помню, что я хотела всё время спать. Я, меня как-то, вокруг меня окружающие как-то для меня перестали существовать. Я настолько стала как-то спокойная, безразличная. И вот я это очень хорошо помню, что я не нервничала, у меня не было никаких стрессов, ничего, я ничего не переживала. Я, короче, уходила одна. И в той ситуации, когда у меня такой был абьюзерный муж, для меня это, вот поймите, для меня это было гораздо лучше. Я старалась с ним на минимум свести общение. Никогда ни одной мысли у меня не было, что надо делать аборт. Я просто, ну, когда забеременела, я решила, что мне муж больше не нужен, то есть я буду растить ребёнка одна. Ну, в тот момент я так и решила. Я решила, что я рожу ребёнка, ну, как бы я дала ему шанс, что, может, на самом деле он поменяется. Но если не поменяется, я думаю, что, как я только выйду на работу и пристрою ребёнка в садик, я с ним больше жить не буду. Так оно и вышло. Буквально только как у меня пошёл ребёнок в садик, я сразу с мужем развелась. Ну, у меня был абьюзерный брак, и муж был социопат, и жить с ним было вообще практически невозможно. Невозможно было с ним жить. Вот. Я помню, что у нас вот тоже от автозавода такая поликлиника шикарная была. Так как я была беременна, я могла в любое время приходить, меня всегда принимали, если какие-то у меня проблемы. Но у меня никаких проблем не было, я просто каждый раз ходила, ходила на эти моменты-смотры. Вот. Я хочу вам сказать, что у нас в то время почему-то не делали вот это УЗИ, и полуребёнка, несмотря на не знаю почему. А потом я уже через время узнала, что некоторые женщины сами просили и не делали, а я не знала. Ну, чтобы попросить, надо же было знать об этом, я просто не знала. Да, я особо и не переживала. Как бы я думаю, какой полуребёнка, главное, чтобы здоровый был вот так. Я помню, когда пять месяцев было, такой интересный, ну, просто вам интересный случай такой. Расскажу, что мы с девчонками пошли в ресторан. Пять месяцев, ну, чуть-чуть животик, чуть-чуть это, как бы, выдавался. Мы пошли в ресторан. Ну, это да, пять месяцев это уже где-то тепло уже было. Да, потому что я в сентябре родилась. Да, это начало мая где-то было. И мы пошли в ресторан. Я так помню хорошо, что мы, ну, каждая на пять рублей столько всего набрали. Ну, я, естественно, спиртное не пила. Мне там, ну, какую-то водичку сладкую купили. Какую-то там, не помню, что. Ну, у нас тогда фанты же такого ничего не было. Ну, в Москве было, наверное, но у нас, в провинции у нас ничего такого не было. Там у нас буратино, там были какие-то вот такие сладкие напитки. Ну, лимонад. Вот. Очень вкусно. Я помню, ресторан, по-моему, Кама назывался. Я уже точно не помню. Очень было там, очень красиво. Сервировали красиво. Вообще, все супер. И я вот так это хорошо запомнила. Я сидела, но вначале переживала, что, типа, будет дорого. Но потом девчонки сказали, не переживай, типа, больше с пяти рублей не будет. Так и вышло. И тем более, говорит, ты же не пьешь с нами. Мы тебя не будем считать спиртного. И так интересно, ну, мы посидели, там народ набрался. Потом начались танцульки, оркестр. Не оркестр, а группа какая-то выступала и танцевали. Там вообще тоже такое у меня было впечатление. Такое вот незабываемое. И меня пригласил мужчину один, значит, танцевать. Ну, мы танцуем. И он как-то вот так лап от меня начал. И прямо вот это, ну, к себе это прижимать. Прижимать там это вот, ну, видимо, надеялся там на что-то что-то там. Дальше, в общем, вечер, вечер продолжить. Я ему такая спокойно сказала, не надо меня прижимать. Не прижимайте меня к себе к это. Он говорит, это почему это еще? Я говорю, у меня там ребенок, я беременная. Не надо мне ребенка прижимать. Он так раз так меня так отодвинул. Как раньше на пионерском расстоянии так со мной стал танцевать. Потом посадил и больше ко мне не подходил. Я сидела, смеялась. Девчонки тоже, я им рассказала, они тоже сидели, смеялись. Вот. Потом мы домой все разъехались и все. Ну, что еще было? Мне давали там талоны в диет-столовую профсоюза. Я ходила в столовую диет-питание. Там тоже так было все супер, так вкусно. Единственное, что у меня была такая проблема. Мне после того, что как поесть, надо было обязательно лежать. Потому что у меня могло все это обратно выскочить. За время беременности я не набрала ни одного килограмма. Я, наоборот, похудела. Я похудела, что врач, она просто боялась. Она уже меня хотела ложить в клинику. Ну, не в клинику, а в больницу. Она меня спрашивает, вы что, не едите? Что такое? Почему вроде это? Почему так сильно худеете? Еще такой, так интересно, у меня такая маленькая грудь. Она у меня такая большая сразу стала. Вот. И еще одно, что у меня были кудрявые волосы. У меня в молодости вообще были очень кудрявые волосы. Вот такие вот как непослушные. Но в момент, когда я была беременная, у меня волосы стали прямые. И у меня начали крошиться зубы. Я тогда так хорошо помню. Хотя я все витамины, которые мне прописывали, я все их покупала, все пила. А еще я вам расскажу, что я ела мел. Это было вообще невероятно. Я когда заходила в подъезд, и если подъезд только что был покрашен, вот звездкой, у меня просто слюни текли. Я вообще не могла. Я ела мел, прямо вот этот вот мел. Потом мне мать покупала, приносила с работы. Ну, понимаете, вообще все было дефицит. Вот 86-й год, ну, не знаю, ничего не сунься, все дефицит. Все мать мне приносила. Она, значит, мне глюканат кальция приносила в пачках. И я вот как конфеты. Девчонки на меня вообще смотреть не могли. Я сижу на работе, достаю глюканат кальция и начинаю его вот это, как конфетку сосать. Они говорят, как ты можешь ту гадость есть? А я прям вообще не могла. Вот так, нет. Надо было глюканат кальция. Ну, у меня и просто были витамины специальные. Ну, специальные там. Потому что глюканат кальция, его надо там, чтобы он усвоился. Его надо специально в каком-то комплексе пить. Я помню, с витамины. У меня было это, что эти витамины. Такого чего-то у меня, что я там страдала, плакала, у меня такого не было. У меня не было. Ну, потому что я, не знаю, я ждала, я радовалась, что у меня будут ребенки. Единственное, что я помню, когда мы как-то шли вчетвером гуляли. Да, это мой месяц был. Мой месяц, да, это потому что майский праздник. Гуляли. У нас вчетвером я подруга, мой муж бывший и, значит, ее муж. И как-то мы вот по дороге шли. И мне подруга с детства, она меня спрашивает, а ты кого ждешь, мальчика или девочку? Я такая говорю, ну, хорошо. Если мальчик, хорошо. Ну, это мой муж, конечно, сразу. Надо мальчика, мальчика. Я говорю, ну, ладно, пусть мальчик. И у меня вот это, у меня подруга с детства была, она вот, Ирина ее звать. И зовут, и сейчас она есть, и все нормально, так и есть подруга с детства. Не это, с которым мы здесь живем, нет, нет, она в Жевске. И вот она меня такая спрашивает, а ты вот ждешь, ну, еще что-то спросила. И я такая говорю, а мне самое главное, я прошу Бога, хорошо, пусть ребенок, если будет мальчик, пусть он внешностью будет похож на отца, но чтобы характером он пошел в нашу, в Шилковскую породу. Ну, то есть у меня у отца фамилия Шилков был, в Шилковскую породу. Вот. На что, конечно, этот сразу сзади начал что-то там выступать. Я говорю, я хочу, чтобы мой сын походил на моего отца. Представляете, я вот как вот, как, я это прям представила, и как вселенная меня услышала. И вот у меня сын, ну, он внешностью туда вот похож на их фамилию, ну, то есть вот сестра, его тетя Алия, у них есть такая фотография, где у него двое детей, у него тоже эти два сына больших. И они, они все как-то одного возраста получили, двое детей, у Алии и мой. И такое впечатление, что это Алия, мать, это моего сына Ильяса, а я тут вообще никак не при чем. Ну, то есть он, как бы, в внешности он пошел в породу, ну, как сказать, в татарскую породу. А вот, но зато, к моему счастью, характером, он пошел в нашу семью. Ну, он похож на моего отца, вообще очень похож. Он даже иногда как-то, ну, жесты такие же, как у отца, он иногда как-то говорит точно так же, как он. Ой, это вообще, это просто надо благодарить Бога, я все время это так боялась, что Ильяс будет походить на этого. Не знаю, я даже вообще не могу его даже человеком называть. Это не человек, это было какое-то воплощение дьявола. Я помню, что где-то перед восемь, сколько там мне осталось, недели три, что ли, мне поставили рожать на 20 какой-то седьмой октября. Или на какой-то. Или на седьмой октябрь. Ну, в общем, на октябрь поставили. Вот. И это, знаю, это сентябрь, может, середина сентября. И я готовилась уже. То есть дом там прибиралась, там все это перебирала, сумку собрала. Да, ну, все, вот это на всякий случай. Вот. И так у меня заболел живот, ну, просто так заболел. Аж прямо так плохо мне было. И, значит, я испугалась, у нас не было телефона. И почему-то я решила никого не тревожить. Ну, так как у нас вот эта женская консультация, она была недалеко на троллейбусе, там, ну, совсем недалеко. И я, значит, я шла, в общем, до этого троллейбуса, не знаю, как шла, за живот держалась, ох, лахала. Там люди так испугались, да, у меня подруги потащили в женскую консультацию, которая, ну, не наша, ну, не автозаводская, а которая у нас во дворе была. Они меня, я говорю, мне не в эту надо, мне не в эту, они все равно, типа, и они меня туда притащили, в общем. Ну, там она вообще в двух шагах была. И меня там врач приняла, посмотрела. Нет, меня не выгнали, нет, ничего не сказали. Они посмотрели, посмотрели у меня книжку, все. Потом просто сказали, ну, потом уже когда посмотрели, сказали, типа, сходите потом еще к своему врачу. У меня как там, как скорая там, ну, какое-то место там, да, принимают службу на скорую. Нет, два мужика просто под руки приволокли туда. Хотя я еще пыталась сопротивляться, а раньше мне надо вдруг в другую совсем консультацию, но они меня туда притащили. Вот. Потому что живот у меня был огромный. Я, видимо, когда шла, я так охала, ахала, и за столбы держалась, ну, потому что, ну, просто так больно было. Ну, и врач, она посмотрела меня и сказала, что у вас просто перевернулся плод. Он, типа, у вас приготовился, ну, как бы, плод, он двигается, он в животе, вот так постоянно двигается. Вот это тоже хочу сказать. Такой он, вот, видимо, вот гемоглобин у меня все время не хватал. Ну, мне говорили, что у меня матка в тонусе, и гемоглобин у меня не хватает, и поэтому ребенок постоянно бился там. То есть, господи, он мне то под селезенку принес, то сюда, то. Я только вот так вот это ходила, он вообще дрался там, как, не знаю, руками, ногами пинался. И вот это я вот шла, и вот у меня вот такие, ну, я думала, что опять у меня гемоглобин низкий, или опять там у него кислородное голодание, или не знаю, что такое. Вот, и, ну, думаю, побегу, чтобы это, мало ли чего. Еще я так боялась, что он в пуповину закрутится, что он там вертится, крутится так. Такие ужасные всякие показывают, как дети там пуповиной заматываются, вот. И я вот чувствовала, что там что-то происходит такое. И вот братья сказал, что он у вас просто перевернулся и встал в ходу, вы, говорит, скоро родите. Ждите, говорит, вы скоро родите, и точно. Через 10 дней, да, через 10 дней после этого. Ну, я потом, когда успокоилась там, я съездила уже к своему рачу, она там посмотрела все. И самое интересное, что перед родами я все-таки немножечко набрала, 5 килограмм я все-таки набрала. Побольше у меня было весно. Когда врач мне сказала, что готовься, вот она мне там объяснила, какие будут признаки, что и как это, ну, чтобы вызывать скорую помощь. Сейчас расскажу, почему я не вызвала скорую помощь. Вот. И к тому роддому, которому мне приписали, там начался ремонт. И мне мать сказала, говорит, не вызывай скорую помощь, потому что тебя повезут в дежурный роддом, а он не чистый. Ну, у меня мама, потому что работала рядом, вот, третий роддом, и она вот в детской больнице. И она мне сказала, приезжай, это, сама своим ходом зайдешь, ну, типа, они не имеют права тебя выгнать. Тем более, ну, как бы, я проходила по консультации, там, ну, у меня же прописка была, как бы, раньше, майская семья. Ну, вот, я когда на майская шла. Вот. И когда я вставала на учет, я, как бы, вставала с майской. И я нигде не переписывала, что я уже перепрописалась на другую улицу. Ну, то есть, как бы, там не было информации, что я переписана на другую улицу. Вот. Ну, я это сознательно сделала, потому что я знала, что я хотела попасть в третий роддом, где у меня рядом мама работает. Вот. И так и получилось. Поэтому я поехала на троллейбусе. Поэтому я не стала никого вызывать, никого не тревожить, ничего, я поехала на троллейбусе. Ну, как-то схватки у меня еще... Ну, не забыла сказать, как же вот это вот все началось-то, значит. Значит, с утра я встала и, как бы, вот это что-то вот, ну, почувствовала, что-то не то. Что-то не то. Вначале я думала, что у меня как-то крутит живот, что я что-то не то съела. Потом я поняла, что нет, это не живот, что это вот уже началось. И, в общем, у меня отошла пробка, такая, ну, такая слизистая пробка есть. И вот, когда она отошла, я и собрала свои идеи. Я не стала никого ждать, ничего не... Думаю, чего не ждать, на троллейбусе доехать быстро. И, когда я ехала на троллейбусе, ну, у меня такие еще были, как бы, ну, не такие сильные схватки. Не очень сильные. И, как раз, когда я доехала туда, пришла, пока там сидела в очереди, они уже у меня начали уже такие вот... Я помню, что, ну, притащила же документы. Она такая, у вас другая прописка. И я такая, ну, я, говорю, не живу по той прописке, я живу, типа, у матери там. Ну, началась с чем-то там. Ну, думаю, если... А мне мама еще сказала, что еще сразу звони, это если там какие-то проблемы, звони. Я такая... Я такая... Это вот у меня мама, это, работа рядом. А что, говорит, вы сюда приехали? Я говорю, у меня мама там имя, фамилия, отчество. Ага. И все, и сразу по-другому со мной стали... И сразу по-другому со мной стали разгадать. Да. Вот так было в Советском Союзе. Все время надо было все по знакомству. Все по знакомству везде. Надо было везде знакомство. Вот. Ну, меня отправили на осмотр. И я помню, только я на кресле лежу и достаю такой крюк. Такой страшный. И у меня глаза круглые стали. Говорит, у вас, говорит, воды не отошли? Я говорю, нет, не отошли. Он говорит, надо, чтобы воды отошли. И мне там крюком идут. И раз из меня, как из таза, там вода полилась. Вот. Ну, а что дальше? Потом я, значит, была в палате. Рядом со мной такая женщина лежала. Одна, значит... У одной, видимо, не схваток ничего не было. Она туда-сюда ходила, болтала что-то там, рассказывала. А мы вдвоем лежим, мучаемся. У меня там уже схватки... У меня как вот это вода убрали? У меня такие схватки начали. Я просто вообще лежала, ничего не соображала. А адская боль. И вот это крутилось-вертелось на панцирной кровати. Всю спину себе содрала. Всю спину. Я потом... Ужас. У меня вся спина, как будто меня пытали. А это я вот так крутилась на панцирной кровати. Ну, там был матрас. И все равно, видимо, тонкий был. И он такой, знаете, был... Нас вообще, знаете, так положили. Вот здесь такой матрас. А него сверху такая вот клеенка там такая оранжевая. Помните? Вот так. Я вот прямо сверху на этой клеенке лежала. Ну, мне так было все больно, что мне вообще все равно было. А я еще помню, что мне еще дали... Ну, вот я же высокая, ростом. Вот метр семьдесят два рост. Мне такую рубашку дали. Она у меня до пупа была. Ну, мне было настолько вообще все равно. Ну, я так и была в такой рубашке, где у меня до пупа. Тут, конечно, все сняли, все. Вот. И это... Ну, в таком состоянии ты не думаешь о том, как ты выглядишь. Когда у тебя все внутри там болит, это не до этого. Я помню, что подходил врач и все мне говорил, вам еще рано. Он еще на раскрытии на два пальца. И уже, значит... И это уже, который рядом... А рядом, как женщина, кричала, вопила. Прибегали там, с ней разговаривали. Водичку. И она орала там по этой панцирной сетке. Так, жиг-жиг делала. Жиг-жиг вот так вот это. Вот. А этого, у которых схваток не было. Она еще такая... Ой, чего это так? Она гремит так. Чего ж нельзя, что ли, потерпеть? Я такая на нее смотрю. Думаю, сейчас как у тебя начнутся схватки. Посмотрим, как ты будешь орать. А она такая, все, вот туда-сюда ходит, сюда рассказывает там какие-то свои эти русскости. А семья поплелась в туалет. В туалет. По дороге в туалет встретила одноклассницу. Она мне такая спрашивает, что ты тут делаешь? А я говорю, а ты что тут делаешь? Потом мы в туалет сходили обратно. Волокемся. Она такая говорит, это, говорит, у тебя какой по счету ребенок? Я говорю, первый. Она такая говорит, да, у меня уже третий. Я говорю, что, третий? Как ты, говорю, когда успела? Так ты, говорю, когда успела? Представляете, у меня уже третий был. Вот. И, ну, дачу, не помню, накатал. А, на меня еще там медсестра, она кричала, что ты там в туалет хочешь родить, что ли? Что ты там в туалете сидишь? Ну-ка, быстро обратно, типа, иди, ложись, сейчас врач придет. Вот. И вот это вот был вечер. И ночь. И сегодня за мной никто не идет. И я уже, не знаю, в полудреме как-то то засыпала, то просыпалась, то вот как-то, не знаю, вот все. Потом, знаешь, пришел под утро врач и сказал, все надо, говорит, ее это вести и симулировать, типа, так, дальше же, типа, ждать, а ребенок задохнет. Ну, ну, какие-то, видимо, не сильно у меня очень были схватки. Я еще такая думала, а что это у меня не схватки, и что это так больно? Вот. Это женщина рядом с которой я орала, уже родила. Ту, значит, тоже уже куда-то увезли. Я осталась одна в палате. Режу, думаю, и что такое? Все родили, а я ничего. В общем, потом меня на каталке увезли. Положили там. А там, знаете, как конвейер был, вот три было вот эти кушетки, три кушетки, и я лежу и смотрю, одна родила, у нее увезли, вторая родила, у нее увезли, а я лежу. Потом подходит, это прочихает, такая, говорит, что-то, говорит, она такая довольная лежит. У нее, говорит, вообще, нету схвата, по-видимому, уже. А я то ли перепугалась, то ли не знаю, что. У меня, на самом деле, вообще никаких схваток не было. И тогда мне поставили капельницу. Вот тогда я узнала, что это такое. Вот. И так вот это интересно, когда я так, ну, родила, когда родила, я так лежала, у меня вот так живот огромный такой был. Ну, лежала, ничего, никого не увидела. И вот, когда ребенка достали, у меня так живот упал. И я перед собой увидела, ну, перед собой там, это, ну, я так лежала, у меня вот так вот живот все загораживало, ничего не видела. Увидела окно, там что-то какие-то листья, и живота нет. И мне сразу Ильяску положили сюда на грудь, я на него посмотрела. А он сразу заорал. И мы ничего не делали, не хлопали, ничего, его только достали, его донести до стола не успели, он уже орал. В общем, вообще я уже такой возмущенный весь уже, ручками, ножками вот так. Ну, он синюшный, конечно, но они все синюшные рождаются. Потом, слава богу, ни пуповина, ни обвился, ничего вообще. Все нормально, все хорошо. Дальше положили мне его, потом я смотрела, как его там, ну, немножко обтерли чем-то, и запеленали и отнесли. И всю дорогу он орал, я сразу слышала, как он всю дорогу орал, пока его унесли. А что же дальше было? Дальше, в общем, дальше пришла толпа этих. Может, они и раньше были, но я, видимо, пока рожала, я ничего не видела. А тут, как бы, уже не больно стало. И я такая рядом смотрю, там толпа студентов. И, блин, вообще ужас. И, значит, давай меня этим студентам показывать. Вот, все описывать, ибо я такая лежу, думаю, ибо я, и боюсь что-нибудь сказать, что что-то вообще охерели, какие-то люди тут, молодые парни, стоят, смотрят, тут рассматривают, что у меня. В общем, она руками залезла мне прямо туда и вытащила этот послед. Такой кусок из меня вытащила, и давай им показывать, а так растягивать, вот, тут дырка, туда еще раз полезла, там, еще что-то выдрала, я лежала, только ахала, охала, ничего больше сказать не могла, потом, у меня чуть-чуть, две трещины только были, она две трещины, вот тут две трещины, иди, сюда одну какую-то там девицу, иди, типа, вот за шею, но я не буду зашивать, я боюсь, я такая говорю, не надо на меня, типа, экспериментировать, там, он у меня уже просто, уже я такая, не надо экспериментировать на меня, типа, не, а она меня как будто вообще не слышит, как будто меня нет, я говорю, не надо, и нет, а то, значит, это, я боюсь, все тряслась, все, значит, там, и, ну, ничего, зашила она, в общем, зашила, ничего, ничего там, она не пришила, не туда, нормально, все зашел, он даже ее контролировал. Потом эти, значит, все студенты ушли. Ну что же дальше было? Дальше так было интересно. Первый раз мне принесли ребенка на кормление, я его погормила, погормила. Потом пришел, значит, этот, ну не знаю, он кто, педиатр или кто. И он стал рассказывать, как правильно надо кормить, чтобы соски не растрескались. А мы уже все погормили. И у нас на всех на следующий день все соски растрескались. Вот это ж помню. Потом у нас такая была женщина там лежала. У нее такие огромные грудь были, вот такие огромные. И вот ничего там ни молока, ничего у нее нет. А у меня вот такие вот, были вот такие две как нулевой размер. И у меня столько молока. У меня вот только вот ребенок у меня пососал молоко, и оно просто у меня вот просто текло. у меня халат, ночная рубашка, они у меня все колонны стояли от того, что, значит, прибежала медсестра ко мне, говорит, у вас очень много это молока, у нас, говорит, есть недоношенные, говорит, вы согласны, типа, что, и молоко отцов у меня такой препарат придащили, что вы будете делиться. Я, конечно, согласна, и все. И у меня, я вот ребенка кормила, и у меня еще почти такую бутылочку вносили там недоношенным детям, чтобы их кормить. В общем, такая кормящая, такая мать кормящая. Вот. Что же дальше было? Вот тоже так-то интересно. У меня этот живот, он вот как вот этой какой-то складкой так раз и упал. Вот как такая складка. Я туда руки могла, и девчонкам показывала, смеялась, что у меня руки туда можно как в карман складывать в этот мешок. Вот. А мы все вот в этих коротких были, в этих рубашках. Нам ничего нельзя было не одевать, все время были всякими досмотрами. Вот. И на следующий день пришел гинеколог, и он так у меня посмотрел. Он говорит, у вас все нормально, матка стала, ну, как бы сократилась, стала положенной, ну, как бы заняла свое место. Типа, вас уже можно выписывать. Я такая, да, можно меня выписывать. И такая уже, а ребенок, чувак, это там, ну, уже так засуетилась я. А рядом такая женщина лежит. Как это выписывать? Она говорит, вчера, или позавчера, говорит, только родила. Как это вы будете и выписывать, и позавчера родила. Как? И такой, о, как у вас все хорошо восстановилось. Вот. Ну, то есть, я, ну, после родов вообще, у меня никак фигура не изменилась. У меня единственное, что стал страшный живот. Вот он у меня стал такой, ну, дряблый и в растяжках. А про растяжки я ничего не знала. Я ничего не знала, что надо ведь это мазать чем-то. Вот сейчас тебе мажут, какие-то кремы. Мне кто что сказал, я не знал, что надо что-то там мазать. Мне даже понять не было. Вот. Потом у меня где-то на третий день или яско весь пожелтел, у меня началась желтушка. Началась желтушка, и нас, ну, оставили, не знаю, что-то там, смотрели просто. Ну, потом у него прошло все нормально, и нас отправили домой. И вот я вам скажу, что у меня началась совершенно другая жизнь. Я стала, ну, совсем по-другому на все смотреть. Ну, как бы, для меня ребенок, ну, как бы, я не могу вот это объяснить. У меня как смысл жизни, что ли, вот, появился у меня. И мне стало абсолютно безразлично, с чего там делает этот мой муж, где он там таскается, где я вообще... Мне вообще все равно. Все равно я занималась своим сыном. Единственное, что я в последнее время стала мечтать, чтобы он вообще план испарился, а чтобы он вообще не было. Такое вот я видео вам сняла, потому что оно уже на 35 минут. Ну, такие вот у меня впечатления. Я не могу сказать, что там... Ну, конечно, грубоватые были там, но меня там никто не оскорблял. Нормально. Нормально рожал. И все эти были, лекарства все были. И ничего нас не заставляли ни с собой, ни тапки, ничего. Наоборот, там ничего нельзя было. Должно было быть только все больничное. Нормально. Душевые, биде у нас. Я помню, что вот я зашла, у нас такая душевая красивая была. Унитазы стояли, и биде даже стояли. Ну, у нас там было так смешно. Медсестра все время жаловалась, говорит, как это привезут эти, говорит, роженицы из деревни. Они, говорит, ничего не понимают, они все время в биде насырут. Вот так вот. тоже было. Но я почему-то знала, что такое биде. Мне очень нравилось биде, потому что там, ну, надо было, у меня лекарство было, ну, как, надо было сюда, ну, как подмываться. Нельзя было ни мылом, ни водой, ничего там специально мне давали в банке, чем вот можно было подмываться, чтобы, ну, швы там, ну, чтобы швы обрабатывать, обрабатывались. ну, так, ну, извините за такие подробности, вот, ну, оно так было, вот так было в Советском Союзе, понимаете, что у меня не было никаких претензий, ничего, совершенно довольна тем. Мама приходила раз в два, приходили девчонки с работы, подружки мои все с окна, я это всем ребенка показывала, веселилась, не знаю, я была счастлива, я даже не заметила, что этот, что его нет, что он не приходит, даже на сына на своего посмотреть, я даже помню, что я даже этого не заметила. Потом у меня рядом соседка говорит, а что говорит, ты говорит, мать-одиночка, что у тебя нет мужа, я говорю, есть, а где, говорит он у тебя, говорит, да пьянство где-то, она такая, ты так спокойно это говоришь, я говорю, да вообще он мне нахер не нужен. И вот, и когда я, значит, выглянула, когда он пришел, знаете, первое, что он меня спросил, не про сына, не как я себя чувствую, ничего, он спросил, ты там не разжирела? Вы представляете? Я взяла ему, плюнула, вот так сверху, за второго этажа, плюнула, сказала, пошел вон отсюда, ну вот так. Встречали меня с роддомом, свекровь, свекровь, все, я с этой свекровью разговаривала, а этот завиде оттащился, я даже, что вообще, даже смотрели не было. Так интересно, когда ребенка вынесли, вынесли, его схватила свекровь, то есть не мне не дала, не этому не дала, козбу этому, нет, она прямо мне, у этой медсестры, выходила, и такая идет со своим ребенком, наш идет, наш, наш, так она радовалась, ну она очень сильно радовалась, ну, я думаю, что она любила внука, она, конечно, сына очень своего любила, жаляла, но я думаю, внука тоже любила, но у меня нет, еще раз скажу, вот что, ни к его семье, ни к свекрови, у меня нет никаких плохих вспоминаний, я к ним очень хорошо относилась, особенно к Алие, и сейчас хорошо отношусь, и к Ларисе тоже, ну ладно, чего, ну твои эти, ну и вот, ну, как-то вот, единственное, как бы вот, ну, они же родственники, они так и на всю жизнь остались родственниками, понимаете, они уже не могли быть не родственниками, то есть, если это тети моего сына, это значит тоже мои родственники, и когда мать, вот, ну, свекровь, буквально перед смертью, она со мной по скайпу разговаривала, я была уже в Испании, и мы так хорошо поговорили, и она даже у меня прощения попросила, то есть, как бы, и я сказала, что у меня никогда не было никаких обид, и в общем, ну, и потом я узнала, что она умерла, ну вот так, умерла она от рака, от рака груди, тоже умерла, не тоже, а тоже был рак груди, просто не диагностирована, никто не знал, и у меня уже все было в последней стадии, и я уже не спасу ее. Ну, на такой печальной ноте, может, закончу. Следующее я хочу, что вам рассказывать, о чем рассказывать, ну, наверное, как бы, уже про 90-е годы, про 90-е годы, потому что, когда я раньше рассказывала про свою жизнь, мне все время приплетали в 90-е годы, но я обычно рассказывала про двухтысячные, и просто я вот вам, на самом деле, расскажу, что же было со мной в 90-е годы. До свидания. Большое спасибо, что смотрите.